ну чё привет друзья сегодня интересная тема прям вообще животрепещущая демпинг демпинг сегодня проговорим про демпинг ваша любимая тема чтобы засрать все в комментариях как всегда ну в общем любимая тема русских людей или скажем так людей стран снг русскоязычных по крайней мере значит так я сегодня опросил пару человек говорю болеть от техно кондиционер шумит в общем опросил пару человек и говорю слушай у вас в германии вообще вот есть такое понятие то есть вот люди когда один чипует там за бесплатно за катализатор другой чипует дорого то есть есть между ними какая-то вражда есть ли между ними хотя бы хотя бы даже разговоры об этом то есть они ненавидят друг друга не поливая друг друга грязи наверное не ходят на стрелке нет говорит всем пофиг то есть нету такого нет спросил в турции то же самое нету такого понятия то есть это нормальная мировая практика в капиталистических развитых странах где присутствует рыночная экономика люди устраивают иногда акции что-то делают даже где-то бесплатно и никто или там слишком очень дешево то есть допустим за 999 лир там и все нормально никто никого не не поливает грязи не обсирает тем более уже не устраивает какие-то разборки я так понимаю теперь что эта тема чисто вот какая-то совковая вот украина россия беларусь казахстан казахстан правильно то такие страны они никак не могут избавиться от этого совка хотя украинцы очень сильно пытаются я знаю но они все равно не получается они все равно погрязли в этом совке как будто вот их как будто их ленин из могилы вот так вот тянется за ними вот так тащит их в болото иди сюда давай устраивать разборки демперасты расы там на ютубе нельзя сам сами знаете ругаться матом поэтому сволочи бесплатно там катализатор они удаляют за евро 2 прошивку короче короче я хочу сказать это чисто совковая тема на самом деле то есть во всем мире такого нет нормальном мире такого нет я даже когда он начал заниматься чип-тюнингом до этого я автоэлектриком работал ко мне никто не подъезжал не говорил мне что я там слишком дорого или слишком дешево делаю то есть не знаю дел как делал когда я вот именно чип-тюнингом почему-то занялся все таки вот он там короче демпера там ладу калину за 1000 рублей прошивает все капец короче демпераст но мне звонили прямо вот прям практически наверное даже угрожали чем-то а я всегда отвечал в чем проблема ты когда видишь акцию в эльдорадо что холодильник продается там за 999 этих самых 9999 рублей ты чё там идешь им бить лицо чтобы ребята а чего так дешево продаете вы чё не ничего не попутали а ну-ка убирайте свою акцию отсюда пишет эльдорадо смотрите-ка какие нахалы решили тут холодильники продавать дешевле рынка не это удивляло но я потом понял что это везде вот так в россии вот это вот почему-то откуда-то это понятие взялось кто это какая сволочь это придумал я не понимаю чипанул машину дешево демпераст сделал прошивку дешево демпераст негодяй конченый сволочь вот откуда вот это взялось я не понимаю и и не пойму наверное потому что я все-таки живу в другой стране нормальной в экономически развитой в экономические на другой модели то есть здесь уже сто лет как действует как это что-то типа рыночной экономики вот рыночная экономика вот ну в принципе вот так вот напишите в комментариях обязательно чтобы по этому поводу думаете лично моя позиция такая те кто говорит за демпинг обсуждает это он не прав это обсуждать нельзя это дело кончено отвратительно и поганые нормальных странах так не делается нормальные люди так не делают то есть скорее всего вас что-то не так с вами если вы не можете вписаться в этот рынок с вами что-то не так то есть скорее всего вы не умеете работать по тем ценам которые были бы приемлемы на рынке кто-то заходит на этот рынок делает дешевле и вам за этим человеком не угнаться потому что вы не умеете работать вы потому что не хотите развиваться вы не знаете что такое рыночная экономика вы привыкли из девяностых взять пистолет пойти убить конкурента и остаться на рынке с теми ценами которым вы привыкли которые вы привыкли драть с клиента всю жизнь а тут вам видите ли обламывают что-то но вот это мое мнение не обижайтесь если чё я просто живу в другой стране у меня другое понимание этого вопроса я чё-то всего туда оглядываюсь короче у меня там находится шапка из фольги я просто переехал в другую комнату и шапка осталась там комната у меня забрала дочка сказал мне надо больше места поэтому я забираю твой кабинет и буду там лепить из пластилина что-то свое и я теперь сижу в гостиной вот у меня теперь новая шапка вот такая вот прикольно с этими бриллиантами короче как султана попада нет священнослужители такие вот примерно шапки до короче как уж у шутана у султана у султана вот неважно не суть это это просто прикол все всем пока пишите комментарии будем обсуждать честно говоря прикольно вот если я реально позвонил людям узнал в разных странах как это все происходит мне сказали это вы там что-то попутали у себя в садге у нас такого нет всем пока